Муж оформляет недвижимость на маму. Я вас поздравляю, у вашего мужа другая женщина, мама. Он доверяет ей, а не вам. Пусть тогда, может быть, с мамой и живет, сырники по утрам ему мама готовит, трусы стирает, козявки его с раковины оттирает, а вы с медовым членом во рту все это проглатываете. Потому что голос внутри вам говорит, да кому я такая нужна? Да еще и с ребенком. Я такая никчемная, беззащитная. Вот кем я была до него? Голожопой. А он меня помыл, накормил, приодел. Если я ему скажу, давай запишем в квартиру как совместно нажитое имущество, то он меня выгонит обратно на улицу побираться. Так получается? Девочки, у вас нет понимания ценности себя. У вас нет самореализации. Вот вы и проглатываете это безобразие, лишая саму себя базовой потребности любого человека. Базовой потребности любого, любой чаечки. Ребята, всем здорова, саночная связь. Вот она два раза слово сказала проглатывать, и, блин, вот такая вот белесая чаечка, мне нравится. Когда она слово говорит проглатывает, вообще просто супер. Ребята, во-первых, я не вижу ничего зазорного, если мужчина живет с мамой, да, вот если он самодостаточный, ну, делят они квартиру на двоих, и что? Если она готовит ему сынники. И что? Это что, плохо? Это, по-моему, прекрасно. Мамина забота, она самая лучшая. И никакой чаечки она не заменит. Ну, это по-правде, мать есть мать. Бывают, конечно, разные матери, но большинство, они, в принципе, как я думаю, нормальные, да? Дальше, ребята, конечно же, как она сказала, да? Вы не цените, только сказала себя, а то нужно было такую ремарочку сделать. Вы не цените свою писечку. Она же у вас золотая, просто диамантовая. Ой-ой-ой-ой. Ты же должна ее боготворить, и он, самое главное, должен ее боготворить. Он должен не полквартир на тебя записать, а все на тебя переписать, и деньги тебе все дать, чтобы, самое главное, ты, как писечка, диамантовая, бриллиантовая, чувствовала себя защищенной, и понимала, что он взял на себя ответственность, потому что ты же королева, а он кто? Он всего лишь муж. Он козявки этот, на раковину он делает. Я, кстати, не знаю, кто так делает, зачем? Зачем? Ну, я понимаю, там ты нос почистил, как бы, и обраковину, ну и что, они там засыхают, что ли? И потом что-нибудь, через месяц прям такой этот ободок из козявок по периметру всей морки, что ли? Ну, кто за бред? Пишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!